Райским досье потрясен еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московиси. Чиновник призвал немедленно создать европейский реестр офшорных, как он их назвал, уклонистов. Среди фигурантов райского списка засветились и украинские толстосумы. Без них не обошлось. Миллионы долларов, яхты и бизнес-компании. Кто из наших политиков прячет все это за офшорными схемами, смотрите далее. В новом офшорном компромате на мировых политиков сплыли имена и украинцев. Знакомьтесь, Валерий Ващевский, бывший вице-премьер от радикальной партии, совладелец одной из компаний на Мальте. Марфа Холдинг числится как компания, способствующая развитию туристического бизнеса. Вторым директором и акционером значится гражданин Мальты Марвик Борг. Причем доля Ващевского почти в 10 раз превышает долю Борга. В конце этого года фирма начала процедуру ликвидации. Борг объяснил этот тем, что совместный бизнес с Ващевским не получился. Напомню, Валерий Ващевский занял пост вице-премьера Украины по вопросам инфраструктуры в декабре 2014-го. Он выдвиженец радикальной партии Олега Ляшко. В сентябре 2015-го подал в отставку в связи с формальным выходом радикалов из коалиции. А вот депутатского мандата его лишили досрочно. После того, как разгорелся скандал из-за причастности Ващевского к хищениям в Укараптадоре и наличия у него второго гражданства. Того самого островного государства Мальта, в котором он открыл офшорную фирму. Два года назад тогдашний вице-премьер Ващевский назвал это провокацией. Хотя материалы так называемых райских бумаг очередного международного расследования журналистов подтверждают. Отношение к Мальте бывший чиновник все-таки имеет.